Сегодня в столице Чувашии честовали работников бытового обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. В это воскресенье они отметят профессиональный праздник. Принимал поздравления и старший мастер предприятия теплосеть Виталий Федоров. Проверить работу фильтров для чистки воды, которая поступает в котел. Проконтролировать параметры на щите управления. Часть рабочего дня Виталия Федорова. Котел сейчас в рабочем состоянии. Параметры все в норме. В противном случае здесь загоралась бы аварийная сигнализация, звенел бы звонок. В этой котельной Виталий Гаврилович работает 37 лет. Почти с момента ее запуска. Тепло отсюда поступает в филармонию, театр кукол, дом правительства. Карьеру начинал со слесаря, дослужился до старшего мастера. Рассказывает, во время работы случались разные нештатные ситуации. У нас запарился насос, и вода в котле моментально превратилась в пар. Было повреждение трубы в котельной. Зима, градусов по 30 было тогда. Ну и это где-то в течение часа все восстановили и запустили в работу с минимальными потерями. Сейчас Виталий Федоров обслуживает 4 котельные и 1 центральный тепловой пункт. За день нужно проверить каждый объект и прилегающие теплотрассы, поставить задачи подчиненным. Все расписано по минутам. Работа, да, должна нравиться. На работу должны ходить с настроением. Какую-то пользу приносишь людям. Знаешь, что они как-то это зависят от твоей работы. Вот когда это на улице холодно и дома тепло, батарею трогаешь, она горячая. Это очень хорошо. Преданность и любовь к своему делу отметили на самом высоком уровне. Виталий Федоров стал заслуженным работником сферы обслуживания населения Чувашской республики. Эмоции через край. Чтобы награждал еще сам глава республики, это большое дело. Это у меня впервые в жизни. И я очень рад, что так оценили мою работу. Хочется сделать больше, лучше, чтобы радовать людей. Заслуженные награды получили и другие сотрудники отрасли. Глава республики отметил, с каждым годом планка требований растет. У людей появляется еще больше возможностей просить, требовать у органов власти, у вас, чтобы качество обслуживания улучшалось. Чтобы они в шаговой доступности могли получать любые услуги. В квартирах тепло и светло, на улицах чисто, дворы бы устроены. Каждый день эти люди делают жизнь горожан уютнее и комфортнее. Человек не замечает, как он дышит. И горожанин, обычный обыватель, не замечает ваш ежедневный, сложный, порой неблагодарный труд. Но благодаря вашему профессиональному подходу, поддержке со стороны главы республики, правительства, мы живем с вами в одном из самых благоустроенных и чистых городов нашей страны. В этом году у сотрудников отрасли еще будут поводы собраться вместе. 370-летие коммунальной системы страны – еще одна весомая дата. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.